Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки Ниндзя Легенды. Окончание турнира и... Да, ребята! Всё-таки я сохранил на Сёгуне 3 звезды. Отлично, а я боялся, что меня сбросят. Ну что же, получаем реворд. А ну-ка. Фух. Так, 7700 у нас сюрикенов. 35 ДНК на голубя Пита. 90 золотых осколков и 45 платиновых. Платиновых. Круто! Ну что же, а мы с вами быстренько бежим в магазин, открываем колоду бесплатную и смотрим, что нам тут достанется. Так, пицца сегодня... Ага, к север Монтес. Замечательно. Задание у нас пока в откате. Опачки, у нас ещё осколочки здесь разыгрываются. Ну что же, я не против. Поехали. Так, 8 серебряных осколков. Сейчас мы быстренько отнимем. Потом 16 осколков отнимем и 8 золотых. И на этом, пожалуй, всё. Ну что, давайте его быстренько накумарим, накумарим этого Бакстера Стокмана, чтобы он тут не уёживался, да? Так, спасибо тебе, Стокман, за 8 осколков. Нам ещё нужно 16 у тебя забрать, серебряных. Ну-ка, давай. Погнали. Наши ворных. 16 осколков. Осколочки, ребята, всегда нам нужны. И чем их больше, тем для нас лучше. Потому что они идут для усиления наших бойцов, наших героев, так скажем. Давайте поставим на автобой. Здесь всё легко и просто. Он 40-го уровня. Даже свои снаряды, что он выпускает, не помогут ему. Ну, ух, выжил. Да, ребятули. И теперь мы, в конце концов, будем забирать у него ещё 8 осколков, которые он там держит. Но это уже будут золотые. 16, к сожалению, осколков золотых я не потяну. Потому что он будет 80-го уровня. И бомбить он будет не по-детски. Так что рисковать мы с вами не будем. Давайте-ка. Ну, иди сюда, хлопчик. И я пришёл по твою душу. Ну, что ты, что ты делаешь-то, роднуля? Ты думаешь, Стокман, тебе поможет что-то? Твои бомбочки, гранаты, твоя волна или ещё что-нибудь? Нет. О, мы ещё и постепенный урон на него повесили. Смотри-ка, выпускает маузеров. А ну-ка. Зачем? Зачем же ты, Леонардо, хиляешься? Ну, это ни к чему в данный момент, абсолютно. Ладно, прописываем. Я думаю, он сейчас... Ага, постепенка уже кончилась. Хе, железная голова просто добила его снарядом. Ну, что же, всё, ребят. Мы с вами забираем 8 осколков. И переходим, наверное, на лигу. Сегодня у нас будет лига. Да. Как всегда, самых низин. И докуда успеем добраться? Если мы стартанём, то очень будет хорошо. Ух ты! Хе-хе, Пит! Ну что же, родной ты мой. Получаешь вторую бронзовую звезду? Я так понимаю, да? Хватает? Хватает. Ладно, пускай радует. Это сорт диска, блин. Так, смотрите, ребята. У него открывается новая способность. Пол батона называется. А голубь Пит замечает ломать хлеба. И воодушевляется. Исцеляет союзников на 25% от максимума здоровья. С вероятностью 20% у всех союзников будет уменьшено время перезарядки способностей. Ну, насколько я помню, ребята, он видит не батон. Там, по-моему, горстка пшена. Ну да ладно. Давайте ещё улучшим. Угу. Получаем вторую ступень. И, наверное, всё. Можем немножко ему прокачать уровень. Давай до 30-очки. Не хватило что? А, нет, хватило. А дальше всё. Дальше мы уже не можем, потому что нам нужно его усиливать. Ну что же, отлично. Так, голубь Пит у нас уже, так скажем, не какой-то. Там сосунок, салабон. А уже нормуль. А больше мы никого не можем прокачать, да? К сожалению. Ладно. Так, в новостях у нас тихо. Осколки мы с вами заработали. Какие у нас будут испытания? Классическая бойня и девичья сила. В классической бойне... Ага. Черепашки. Ну, в общем, это стандарт. Черепашки и Би-Боб и Рокстеди. Ладно. А в девчьей силе, как всегда, девчули, да? Угу. Карайка. Морозильная кошка. Лисичка. Шинегами. И Эйплю Кунаичи. Ладно. Это мы с вами уже как-нибудь в другой серии будем делать. А пока, естественно, бежим на арену. Фух. Поехали. Нам придется с самых-самых низов, ребят, начинать. И будем, наверное, стартовать довольно быстро. Поехали, наверное, начнем вот с этих ребят. Так. 14-й максимальный уровень я тут вижу. А у меня какой? А у меня 20-й сразу начинается. Но не стоит забывать. Помните, ребят, да? У меня были тоже сильные герои. И нас почему-то умудрялись раскатать. Причем вообще без проблем. Давайте начнем с Пита. Неплохо. Ну-ка, убить его. Все. Шикарно. Так. Теперь меня вот Ванька здесь смущает. Ванюша, отдохни немножко с дорожки. Вот жулик, а. Добиваем мы его. Ну и теперь уже нейтрализатор, естественно, берем в оборот. Сейчас мы его быстренько тут нахлобучим. Да хорошо, что успокойся. Ничего тебе не поможет здесь. Замечательно. Не понял я. А где победоносная музыка в конце? Почему-то я ее не услышал. 210 мутагена мы получаем. И сразу переходим на Воин 2 звезды. Отлично, ребятули. Поехали дальше. Так. Выберем с вами, пожалуй-ка. Слушайте, можно вот этих вот взять, да? Давай-ка вот возьмем тут как раз Эйприл, Стокман и Леонардо. И причем уровень практически 15-15. Ну, 18-й есть у Эйприл. Я думаю, мои братки справятся здесь без проблем. Кстати, а самое интересное, почему действительно в конце при победе нет музыки? Раньше же была. Куда она исчезла-то вдруг? Ну что, давайте с бомбочки начнем. Ну-ка. Бросай майки. Нормуль. Так, и добьем, наверное, мы... Слушай, нам и Эйприл. Давай-ка вот так начнем. Она будет хилять. Хотя нет возможности у нее, смотрите, залечить. Так как мы заблокировали эту способность. Ну. Поджарь. Да что ж ты будешь делать-то? Нет, она все-таки лечит. Ах, нет, ребят. Она может лечить? А что же вот это тогда обозначает? Я, честно говоря, думал, что раньше вот этот вот значок обозначал, что мы не имеем права подхиляться. А, оказывается, можем. Значит, это что-то другое обозначает. Ладно. Да что ж такое-то? Чего мы не можем разобрать-то? Вот, хорошо. Я остался Леонардо у нас только. Но он ватный, смотрите, ребят. Мы его сейчас раскумарим по-бринькому. Ну-ка, майки. Лео. Да, у ребятулик, конечно, проблемы со скиллами. Совсем не хотят драться. Слышите, опять нет музыки. Что за фигня-то такая? Эй. Хм. Ну, перейдем мы с вами на Воин. Нет. На Воин три звезды, к сожалению, пока еще не перешли. Ну, ничего. Все впереди. Кого тут брать? Смотрите, уже пошли 20 уровни. Не слишком ли быстро, а? По-моему, очень даже быстро. Но не забывайте, ребят, что сегодня только закончилась у нас неделька. И все рванули на эту лигу. То есть, завтра, если я вот сегодня дойду, например, да? Даже если до Сёгуна, предположим. Завтра зайти в игру я уже буду где-нибудь чуть ли не на Воине стоять. Одной звезде. Потому что быстро сбросят. Так, хорошо. Бомбят. Ладно, бомбите, бомбите. Думаете... Так, Лео подхилял. Зачем? Нейтрализатор. Успокойся. Ну, давайте его бомбаним уже в конце концов. Да что ж ты будешь делать? Ну, а так, если... Упадет? Упал. Слушайте, теперь нам нужно брать Леонарда. Воборот. Ох ты, меткость мы им понизили. А это круто. Пока я ничего не волнуюсь, ребят. У нас есть Кирби, который, если что, нас может похилять. Тыч. Вот и нету одного из Леонард. Теперь вот этот охламон остался. Да промахнись ты, ёпарсетэ. Так, это опасно, ребята. Тут надо уже хилку включать от Кирби. Давай хиляемся. Просто неохота проигрывать. Или чтобы у нас хоть один боец упал. Е. Это был зашквар полнейший. Хе-хе-хе, забомбили мы его. Ну что ж, двигаемся далее. И теперь мы... Да. Воин три звезды. Семь вторая позиция. Ну. Кстати, у нас будет разыгрываться, ребята, вот на этой неделе, слэшер, как мы видим. А он мне нужен, кстати. Да, если у меня получится пробраться на Лигу Сёгунов так же три звезды, возможно, мы получим даже его. Так, ну что же. Двадцать первый уровень уже. Да ну, хорош. Ребят, чё так быстро-то? Я боюсь, не поспею за вами. Ну-ка. Ага, у меня уже двадцать пятый. Двадцать седьмой. Замечательно. Может быть, всё-таки у нас есть шанс. Идти ровненько нужно, понимаете. Не скакать, не перепрыгивать, не отставать. Идти. Так. Кого бы нам убрать здесь? Хм. Наверное, Криса. Давай вначале воодушевимся. Вот так вот. А теперь будем бомбить. Угу. О, Рафик, с удара снес. Круто ты. Раф, вот это ты меня порадовал. Вот это молодец. Слушай, теперь, наверное, нам нужно Леонарда снести. Ну, неплохо, я тебе скажу, ты зажарил. Отлично. Вообще великолепно. Ну, что ты. Ах, он тоже нас поджарить решил. Ладно. Карайка, естественно, Кунаи бросает. Ну, а мы её убираем с поля боя. И остаётся только Рокстеди. Всё. Он упал. Ребят, вообще шикарно. Мы с вами идём. Блин. Ну, как-то... Как-то непривычно без победоносной музыки в конце, да? Даже немножко грустно. Но, да, ребятушки, мы с вами перешли уже в элиту. Мы только начали играть, а уже в элите. И... Да ладно, ты посмотри. Уже 29 уровень. Смотрите, какой скачок. Вот 18, да, уровень. 18, 19 и сразу же 29. Ну, тут и... Смотрите-ка, и очков получается 12-14. Нет, я пойду вот с этих вот. Мне нужно своих малышей пока ещё реализовывать. Если я туда скакану. Этого шанса у меня не будет. Будем потихонечку идти. И к тому же, я знаю. Прыгнули мы с вами в прошлой серии. Распинали, разобрали нас и выкинули. Куда подальше? Нет. Я буду теперь действовать аккуратненько. Очень аккуратненько. И здесь... Давай начнём, наверное, с Бибопа, да? Бросай ты в него эту гадость. Хватит целоваться с ней уже. С этой поганкой. Так, пробьём или нет? Ну, чуть-чуть не хватает. Ладно, шенигами. Твой выход. Молодец, красавица-то моя. Так, теперь нам нужно, наверное, Доника. Хотя я знаю, что... Смотрите, Макман и Крип. Они же оба у нас идут, как сказать вам. Они провокаторы. Они встанут в провокацию. И хрен я их пробью. Нет, пробить я их пробью. Тихо, не надо выёживаться. Так, понижает скорость мне. Ха, ты засранница. Он ещё и провокацию взял. Ну что же, парень. Это ты, конечно, зря, Крип. Зря. Придётся тебя немножко побомбить. Слушайте, как-то у нас не получается с бомбёжкой. Ну? Ещё ударчик. Ещё ударчик. Давай, Маки, не подведи. Да ну, хорош. О, молодец. Два раза он бомбанул. И я должен добить этого Донателло. Он мне здесь не нравится. Стоит здесь. Я уже думал, сейчас этот будет провокацию брать. Но он не стал ничего делать. Ух ты, крутенько. Крутенько мы идём с вами. Так, ну что, Макман? Сдался бы ты лучше по-хорошему, а? Не получал бы люлей от нас, и всё. Так, отлично. А что, он с шенигами впадает в невидимость? Круто. Я только сейчас это заметил, если честно. Я не думал, что она после удара может впадать в невидимость. Хм, надо будет запомнить этот трюк еёный. Так, ну что, 39-я позиция. Мы ещё в элите с вами. Пока, однозвёздочная. И уже, смотрите, пошли герои. Точнее, игроки с фотографиями. То есть, уже реальные. Там какие-то были без фоток, без всего. Ну что же, выбираем. Уже, смотри, уже звёзды пошли. Тогда я возьму... Блин, вот они меня задачили. Вот эту вот команду, скорее всего. Так, 27-й уровень здесь максимальный. Посмотрим на моих ребят, кто у меня здесь. Шреддер. Так, Хан. Кожеголовый. И мне нужен ещё один герой с золотыми звёздами. Кошку не хочу я брать. Кошку. Змейка-вюн. Хм. Давай я возьму, наверное, вот этого. Сплинтера. Я просто не хочу рисковать. В плане того, что кого-то потерять из своих героев. Хочу пройти сегодня идеально. Я всё время это говорю. И всё время у меня почему-то не получается. Но. О. Защиту понизили. Это всё мы им понизили. А своих, наоборот, усиляем. Хе-хе-хей. И, пожалуй, надо приступать. Кто здесь у нас такой зловредный? Железная голова. Слушай, а давай-ка я ещё усилю своих ребят. Опс. Смотри, прикольно, как у нас. Да-да-да-да-да. Конечно. Ага. Дудки. Так, кожеголовый. Мы не будем с тобой делать никакую провокацию. Ты у меня ещё пока слабенький. Ага. Понижает скорость. Гадёныш. Донателла бомбит. Но, как говорится, не тут-то было. Минус железная голова. Теперь я, наверное, буду убивать Донателла. Не получилось. А сейчас мы его добьём. Всё. Так, вот это ты зря, Майки. Ты на сплинтера поднял руку. Точнее, даже свой нунчак. Сейчас ты за это... Хорош. Блин, вот этот коварный, конечно, удар. У Леонарда вот этот вот... Несмотря на то, что он маленький, слабенький, но бомбит он не по-детски. Ну-ка, минус. Давай его пробомбим. Смотри, как он хочет, блин, хана мне подбить, а? Иди отсюда. Отлично. У нас получилось всё хорошо. Блин, а если бы он чуть-чуть был под усилением, он бы пробил хана. Как пить дать? Ну что же, мы с вами в элиту две звезды переходим. 83-я позиция. Поехали дальше. Так, и у нас тут... Ёпрс, это... 26-е, 28-е уровни. Это уже, ребят. Только начали играть, уже такие левлы пошли. Ладно, берём Донни. Пит здесь, конечно, слабак. Ну да ладно. Хотя бы он может батончик свой лопать. А это говорит о чём? Что мы будем с вами восполнять здоровье. И здесь, смотрите, есть трёхзвёздочный герой. Поэтому нам нужно взять с вами мутагеноида. Я думаю, что его здесь будет одного достаточно. Он сейчас хлопнет по земле и враг просто рассыпется здесь. Ну проверим, короче, сейчас это дело. Ага. Ну давай попробуем Криса убрать. Тихо, 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 тихо. Хан, успокой. Да ладно. Он, прикиньте, он на мутагеноида попрыгал. Хе-хе-хе-хе. Так, Пит, успокойся, иди отсюда. Ну, давайте. Эть, да что ж такое, не получается у меня добить. Ну а сейчас. Всё, минус Крис. А теперь давай-ка хлопнем по земле. Слушай, ну, нефиг... Так, тихо. Баксор, успокойся, пожалуйста. Так, давай пожрать батончик. Ну давай поедим. Смотрите. А, нет, ребята, это батон. Да, просто так выглядит, как будто, знаете, горстка пшена. А, это да, батон на самом деле. Просто под таким ракурсом, что и не поймёшь вначале. А ну-ка. Опа. Минус Баксор. Теперь давай хлопнем в ладошки. Пит, как не бывало. Ну и чё же. Добиваем последнего черепашонка. И проходим с вами дальше. Ну здесь круто, ребят. Здесь у нас было два хилла. Прикиньте. У нас Донателло, да, хилл. И Гулупит. Он тоже хиллер у нас. Так, и какая позиция у нас? Ой, двенадцатая. То есть мы с вами перейдём сейчас в элиту три звезды. Шикарно. Так, ну сначала нужно здесь Барбара, Алекс и Михаил. Хм. Ну давайте с тёской подерёмся. Фиг с ним. Так уж. Нет, вот. Вот это вот лучше, да. Тридцать шестой уровень, да, здесь, значит, у ребят. Ого. А у меня-то только тридцатый. Хорошо. Придётся пойти на подлый трюк. Я надеюсь, вы поняли, какой это трюк. В чём он заключается. Да-да. Просто сейчас с одного удара мы их всех положим. И, конечно, железная голова будет ходить первым. А он ходит первым. Смотрите, что сейчас будет. Бумс. Опс. Какого шлешего? Стопан, падай, говорю тебе. Ну так вот, не всё легко и просто, блин. Думаете, если у тебя герой там почти 70 уровня, он так легко тридцатников положит? Нет. Выходит, что нифига. Элита у нас три звезды и сразу 54-я позиция. Грубо говоря, ещё один бой, и мы с вами в самураи перейдём. И, пожалуй, я начну с маленьких уже. Хорош там выпендриваться, да? Фрэнсис, давай-ка мы с тобой подерёмся. У тебя тут 34 уровень, это максимальный. Слушайте, мне вот этих вот парней нужно как-то действительно реализовать. Шреддер, что ли, взять? Или паукуса? Давай карайку я возьму. Карайка, в принципе, должна здесь справиться. Своим криком она всех их положит. Проверим. Ну, не всех, конечно, но большинство. Большинство! Один упал только. Ну, давай Криса попробуем добить. Чёрта с два. Чёрта с два у нас это получилось, ребята. Так, нейтрализатор мимо, минус. Давай-ка мы попробуем Рокстеди бомбануть. Да что ж ты? Защита. Дополнительно она нам не помешает. И вот теперь Рокстеди падает. Да. Ну, что ты, что ты, что ты? Ну, какой, блин, крит? Скажи мне, какой тебе тут нафиг крит? Тебе осталось жить секунды, а ты крит себе ставишь. Тем более у меня даже есть подхил. Ну, я пока его не буду делать. Ну, бумс, готов. Отлично. Блин, да что за фигня? Где музыка? Победоносная в конце, которая всегда была по стандарту. Что случилось? 815 мутагена. И да, ребятушки, мы уже с вами в самураях. Это круто. Ну, кто у нас тут? Алексей. Сколько много Алексеев? Ёлки-палки, а? Алексей. Так, я, наверное, вот с этих начну. Хотя, постой, вот с этих лучше. Тут все-таки бронзовые. Там хоть серебро, а тут вот бронза. Так что давайте с них. И, опять же, нужно брать малышей. Взял малышей и одного крепкого. А это у меня будет, знаете, кто? Это у меня будет, скорее всего, нейтрализатор. Я думаю, что справимся. Ну, должны. Он с гранатомета как бомбанет, и все будет у нас хорошо. Так, скир... Нет. Нет, давай-ка скирби. Начнем. Он у нас хилер. А нам хилер здесь... Мимо? О-оу. О-оу. Так, погоди-ка секунду. Ну, а так, если сделаем... Слушайте, ребят, у нас 30-е уровни. Мы слабенькие здесь. Черт, я что-то взял, не подумавши-то. Ё-моё, а. Вот это я лопухнулся. Только сейчас заметил. Угу. Так, ну что, защиту. А сейчас кого-то убьют, наверное, нет? Промахнулся. Волна. Черт подери, у меня нет хила. Я не смогу отхилиться, ребят. Упадет у меня. И этот, и этот. Все, тут... Вот эта пачка сливается полностью. Прикиньте, вот это я лопухнулся. Я что-то не посмотрел, что здесь 36-й, 35-й уровень. Зачем я взял одного всего лишь нейтрализатора? Это... Беспонтово было, если честно. Просто беспонтово. Вот тебе и, как говорится, реализовал, блин. Нет, ну, конечно, этот, наверное, поживет еще маленько. Маленько. Давай, гранатомет, жду от тебя. Кого нам убрать? Ну, давай вот этого вот. Ликвидируем. Угу. Отлично. Будем жить на одних суперударах. Он еще и мне меткость понизил, а? Не, ребят, он не выживет здесь один. Его расколбасит. Кого бы здесь убрать? Надо вот этого убирать. Стокмана это... Ох ты. Фига, я его практически убил. Сам виноват, короче. Ребят, я виноват сам здесь. Ну, добьем мы его? Нифига. Что за ересь-то такая? Еще и атаку понизили. Еще, да, понижает мне атаку, гад. Ну-ка. Упс. Минус. Так. Ну все. Микеланджело, по-моему, да выделывался. А ну-ка. Так, надо Кирби убить. Надо этого говнюка нам как-то забомбашить. Он надоел тут уже мне. Если честно. А ну-ка попробуем суперударом. Тыч. Как будто его здесь и не было. Ой-ой-ой. Мало здоровья. Очень мало здоровья. Ай, минус Микеланджело. А этот, как всегда, усиляется. Ха-ха. Ну-ка попробуем. Добиваем, ребята. Да, из всей пачки только лишь нейтрализатор у нас выиграл. Выжил, точнее. Вот это я сыграл, блин. Почему я так подумал, что ионная бомбардировка с гранатомета сможет убить всех? Я, наверное, попутал его с Леонардо. Вот Леонардо, да, уложил бы там всех. А здесь нифига не прокатило. Ну что же, давай тогда выберем с тобой Аликса. Опять Аликс, елки-палки. 36 уровни. Хм. Раз, два, три, четыре. И берем, наверное, мы с вами Леонардо. Сейчас просто одна вертушка, и они все падают. А мы с вами проходим, да? Так, давай. Вот отсюда прямо начнем. Жух, и всех как будто скосило. Жалко, конечно, что у нас нет откатов, ребят. Так бы я его все время брал, брал, брал. И мы с вами бы довольно быстро продвинулись бы. Так, мы еще в самураях, елки-палки. Я, наверное, до трех звезд и не дойду сегодня. Постараюсь, конечно, но что-то как-то кажется не получится. Берем, значит, мы с вами Рафаэля. Так, тут у нас больше никого и не осталось, да? Хорошо, берем кошку. Армагона и... Ну, давай Змейка Вьюна еще возьмем. Змейка Вьюна, у него все-таки есть массовая атака, и это хорошо. Ну что, орлы? Давай пощебечем. Я делаю сразу же провокацию. Вот так. Шреда, наверное, будет суперудар свой делать, нет? Ну, понятно, понятно, все, заплясал, растанцевался. Ты смотри, действительно, он делает свой суперудар, гад. Опс. Не упал. А если мы вот так сделаем? Ага. Давай ответку. Ха-ха. Вон, кого нужно уничтожать в первую очередь, ребята. Иначе сейчас будет больно. Так, а как же нам его убить? Я знаю, что он сейчас запустит либо волну, либо маузеров и... Грубо говоря, нас подобьет. Подобьет. Или не подобьет. Давай попробуем хильнуться. Слушай, нифига морозильная кошка хиляет. Я вам скажу, она очень круто хиляет. Понятно, это супер хиллер у нас. Да падает ты уже, а, Майки. Стоит там выеживаться мне что-то. Ну, а мы с вами продвигаемся. Да, за счет морозильной кошки я неплохо хильнулся. А так бы Стокман уложил бы здесь. Ну, парочку точно положил бы своими вот этими маузерами. Ну, что же, самурай две звезды. Поехали далее. Кого нам тут выбрать? 14-17. Они все одинаковые, поэтому... Не имеет значения, кто у нас тут будет. Так, эти-то как малыши тут остались. Позади. Значит, берем с вами зэка и... Хм, и тигра, наверное, возьмем, да? И также возьмем Шредера. Будем всех-всех своих героев, как говорится, использовать по полной программе. Вначале бомбочка, это само собой. И... Вот так, попробуем. Упс, минус два. А теперь добивочный от Шредера. Пока, ребятушки. Увидимся с вами в следующей серии. Ну, это я сейчас врагу сказал. Так, 920 мутагена. Нет, скорее всего, дойдем мы с вами до самураев. Три звезды. Так что отлично будет. Не волнуйтесь, ребята. Все будет под контролем. Конечно, жалко, что мы с вами одну каточку слили. Причем так глупо. Ай, как же я так самоуверенно подумал, что мы сможем разрулить. А на самом деле ни шишарики у нас не вышло. До сих пор корюмит меня это. Ну что ж, давайте возьмем Стокмана, возьмем Паупуса и, пожалуй, Бакстера. Тут остались одни крупники у нас, так что можно не волноваться. И кто у нас ходит первым? Ага, значит, мы будем с вами ликвидировать. Давайте Криса. Не получилось. Хорошо, давай так сделаем. О, нормулька. Так, а это у нас массовые же, да? Слепит во врагов. Да, это массовое получается. Отлично, все. Мы им меткость... Ну, не всем, конечно. Не всем мы понизили меткость, но тем не менее. Минус Микеланджело. Хорош лечить, Эльприл. Так, этот плюется. Ой. Ой-ой-ой. У Бибопа-то здоровья очень мало. А ну-ка, давай волну запустим. Волна ни хрена не сработала. Сейчас, по-моему, будет кому-то... Хе-хе-хей, промазал. Получи. Опа, добили. Слушайте, что нам сделать? Макмана... Давайте, наверное, Макмана с вами попробуем пробить. Мне кажется, он все-таки сильнее будет по удару, чем Эйприл. А, вот. Хиляемся. Ёлки-палки, что я волнуюсь-то? У нас есть хил. Ну, куда ты? Ну, куда ты со своим тут веером? Оп. Видели, что было? А теперь добивочный. Маузеры. Да. Расписали этих ребятулик мы. Слушайте, я хочу, чтобы мы уже были в самураях 3 звезды. Получится или нет? Блин. Да что ж ты будешь делать? Пятая позиция. Совсем-совсем немножко осталась. Ладушки. Давайте тогда определимся. И это будут у нас вот эти вот орлы. У нас хоть есть с кем играть-то? Раз, два. Ой, у нас и команда-то не полная. Ребят, смотрите. Всего лишь четыре бойца. Ну, почему? Эх. Ладно. Давайте попробуем запинать. Этот чувак что? Представляете, что он это? God of War? Кратос, я мое. Слушайте, я, наверное, возьму здесь провокацию. Рахзаром. На всякий случай. И защиту. Защиту, да. Действительно, надо это делать. Так, а теперь делаем Кунай. Опс. Что ты делаешь? Так, плевок. Рахзару пофиг на этот плевок, если честно, да? Так, он решает иммунитет. Опять же плевок. А мы тогда начинаем... Нам нужно разбирать, ребят, с вами... Баксера. Муху именно. Ну да, конечно. Рахзар просто непоколебимый стоит. Ему пофиг на все. Хе-хе-хе-хе-хе. А ну-ка, получи. Опс. Минус. Так, надо пробить вот, ребята, Леонардо. Потому что он... Чувак крепкий. Был. Так, копишка. Ну-ка, давай-ка, караечка. Пробей-ка этого... Сосунка. Не добила. Ладно, ребят, это вопрос времени. С ноги ему. Упс. Отлично. Теперь давай-ка, наверное, мы караечку с вами покараем. Хм, не получилось. Ладно, добьем. И Дони. Здорово, Доник. Упс. Да, слабо как-то. Карай, ты слабо. Ну, какая защита, родной мой? Ну, какая может быть тут тебе защита? Хе-хе-хе. Все, ребята, у нас закончились с вами бойцы, к сожалению. Блин, мне даже немножко грустно. Но, тем не менее, как я вам и обещал, мы попадаем в самураи. Три звезды. Ой, хорошо-то как. Ну, ладно, ребятули, теперь пойдемте. У нас еще время есть. Посмотрим, что у нас. Ну, давай. Да елки-поп, ты будешь выходить отсюда или нет? В испытаниях. И начнем мы, пожалуй, одно из них, которое будет называться... Девчья сила. Поехали. Девчья сила. Так, кого мне там... Кого мне дадут на выбор? Так, Лео, Раф, Железная Голова. А кто-нибудь... О! Хм. Так, Железная Голова, извини. Вот так вот. Ну что, ребят, давайте повеселимся. Тут мы с вами должны далеко пройти. Потому что всех самых... Мощных ребятулик мне дали. Ставим на автобой и наслаждаемся разбором полетов. Так, вторая волна. Как пить дать? Разберем этих сосунков. Отлично. Так, и последние олухи. Кто вот это вот такие, а, ребят? Кто знает? Нет, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Что это за учительницы, блин? С какого перепуга они здесь вообще как герои выставлены? Пускай даже и в роли мобов, но тем не менее. Так, здесь мы разобрались с вами. Двигаемся далее. Так, карачку заработали. А теперь пойдем за Эйприл. За Эйприл. А вы представляете, да, если у тебя, например, герой. Ну, я имею в виду, там, Эйприл или еще кто-нибудь. 80-го уровня, да. И еще при этом она получает платиновые вот эти все звезды. Плюс усиление. Блин, наверное, вообще будет идеально. У меня пока тут все мужики воюют. Мужского пола, по крайней мере. Ну, давай. Кто тут? Ой, тля. Ой, да посмотри. Тут прям женский, блин, батальон, е-мое. Давай вертушку сделаем. Чего я буду тут тютюкаться еще с ними? Вот так вот. Прекрасно. Это кого мы тут с вами зарабатываем? А, Эйприл. ДНК на Эйприл. Ну, а мы двигаемся. И тут у нас карай. Кстати, карайка нам, в принципе, не нужна. ДНК для нее бесполезный для нас. Только единственное, что мы можем их обменять на сюрики, на сюрикены. А так, хотя подожди. Да нет, карайка, по-моему, у нас не полностью прокачана. Или на 5 звезд. Я уже и забыл, если честно. Так, ой, надо же было грибочки эти. Хотя тут 30 уровень, что они нам сделают? Будут пыхтеть. Так, ну давай. Опс, отлично. Последняя заключительная волна. Здесь у нас морозильная кошка, да? И вон карайчик там стоит. Мы ее, конечно же, вот так вот сделаем. Просто с ногей. И мутированные белки. Кстати, тоже непонятно, откуда они взялись. Но я так понимаю, что это мутагены, и она, опять же, как-то на них повлиял. Раз они стали такими мутантами. И. Давай, давай, давай. И вот она, ДНК на карай. Так, морозильная кошка, в принципе. Нет, ну морозильная кошка нам нужна. Нам ее еще прокачивать и прокачивать. Поэтому для нее ДНК как раз-то ценные. Так, минус охламон. С 40-го уровня. Что-то падает так легко. А, ну правильно, мы-то 70-го. А здесь уже будет у нас 4 волны, да? Я понял. 4 волны. Минус. С удара просто. Обожаю кого-то, когда они падают, как орешки. Оп. Просто элементарный, ребята, разбор идет. Мы переходим на 3-ю волну, и нас тут встречает. Ага, вот она и с шинегами. Да, е-мое, я же хотел. Ну-ка, давай вот так вот. Да куда, какая Эйприл? Ладно, хрен с ним. О, добились. Добрались. И уничтожили. Так, лисичка. Не надо выеживаться. Вот так. И училка. Ну, что ты сейчас там будешь? Я так и думал. Слушай, это, по-моему... Ребята, это, по-моему, робот, киборг. Училка-то эта, оказывается, не человек. Только сейчас заметил, что она искрила, и у нее как-то там интересно так рука отодвигалась. Короче, она снарядами стреляет. Так. Ну, что ты? Ты думаешь, мы тебя так просто отпустим, а? Крэнк ты этакий. Готовченко. Сосунок для нас. Причем, да, из-за такой маленькой хрупкой девочки получился такой здоровый робот. Трансформер, елки-палки. Так, ну что, мы пока с вами идем вообще хорошо. Без каких-либо проблем. Угу. Двигаемся дальше. И у нас... Ага, вот ДНК на лису. Мне нужно, кстати, на шенигами тоже желательно бы. Потому что это такие персонажи, с которыми ты повоюешь не каждый день. Я уже молчу, чтобы получить на них ДНК. Слушай, а вот здесь уже 50-й уровень. Уже они не погибают с первого раза, я смотрю. Давай-ка включим автобой. Посмотрим, как у нас тут пойдут делишки. Судара. Угу. Рафик добил. Так, ну что же, у нас тут белочки. Мутированные. Нахлобучиваем, конечно же, мы их. Кия. Так, ну ладно, давай. Что ты делаешь, а? Минус. Минус. Неплохо. Ага, тут у нас уже по 4 волны будет. Мы уже на третьей с вами. А у кого, ребята, самый любимый персонаж вообще, вот, из всех этих героев? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Вот, лично мне нравятся, знаете, какие герои? Наподобие Армагона. Вот, лисы с шенигами. А вот из черепашек мне, наверное, больше всего по душе будет Микеланджело. Потому что он же у них самый, по-моему, младший. Самый маленький. И в то же время самый, как сказать вам, самый хитрый. Рафаэль же у нас такой более серьезный, да? Сердитый. Леонардо у нас как предводитель мудрый. Ну, а Донателло у нас ботаник. Чистой воды, потому что он же у нас там занимается всякой электроникой. Изобретает для них всякие вещи. Черепашка-мобиль, там еще у него всякая фигня. Так что, скорее всего, да, именно Микеланджело. Ну что же, мы получили с вами ДНК на лисичку. И переходим к шенигами. Почему-то ее же звать шенигами, а здесь синегами. Переведено. Так. Поехали. Будем разбирать. Еще, кстати, ни разу я за всю игру не проходил полностью вот это вот испытание. То есть, от первого уровня до последнего, чтобы полностью мог пройти. Немножко даже как-то коребит меня это дело. Ух ты, а здесь уже пять волн? А что так? Нафига-то? Эй. Почему пять волн? Было четыре. Ага, хорошо получилось. А теперь уже пять. Ну что ты там делаешь? Оскорбление, провокацию взял? А если я тебе с ноги сейчас заряжу? Не вышло у тебя, да, парень? Так, хорош стрелять. Не получается у нас, к сожалению, с первой попытки сразу убить их. Приходится повозиться маленько. Вот так, ликвидировали. Мы переходим на третью волну, и здесь у нас стрелозадые, да? Именно они собственные персоны. Поэтому нам нужна защита дополнительная, потому что они будут сейчас стрелять со своей сраки и нервировать нас. Три раза нужно ударить, чтобы один из гадов упал. А ну-ка, с удара. Вот это хорошо, вот это я понимаю, Леонардо бомбанул. А вот почему-то остальные... Слушайте, вот это прикольно. Видели, когда у героя получается вот такой как бы зов, ну как бы волной? То это означает, что при ударе Криса, почему-то Леонардо именно отзывается на ответный удар. Не знаю, почему именно Лео, может у них какая-то взаимосвязь там. Ну вот, как факт. Ага, а вот у нас и Орлы. Хм, ну давай-ка с Шенигами начнем, наверное. Слушай, этот сейчас, наверное, хильнет. Или не... Нет, наверное, не успеет. Поехали. Супервертушка от Леонардо. Упс. Пардон, черебятули. Ну, пришлось так сделать. Эй! Я сказал падать. Вот так вот. Ну что, лисичка? Ты, естественно, свой суперудар тут замутила. И промахнулась еще при этом. Так, Кунаичи, успокойся, пожалуйста. Слушайте, а Эйприл Кунаичи, это у нас получается что? Та же самая Эйприл? Просто она постигла новый какой-то там секретный вид боевых искусств? По-моему, так, если я не ошибаюсь. Ах, опять этот робот у нас, да? Опять этот Крэнк все здесь елозит. Да ладно, ладно, не надо мне показывать, как он тут трансформируется. Все равно он получит сейчас звездюлей. Блокируем, надеюсь? Да, отлично. Теперь он тут... Тихо, ты! Ты видишь, что он делает? Он, ребята, хочет мне Криса подбить. Но я думаю, что у него это не получится. Так. Ну-ка, пробьем его ногой. Блин, Раф, мне нужен ты. Ты нужен мне со своей провокацией. Вот так вот. Все, теперь пускай что хочет делает. Будет отгребать по полной программе сейчас. Люли. Упс, замедлили. Теперь давай вот так вот. Еще и защиту ему понизили. И теперь добивочная от Леонарда. Вот так вот разбираемся мы с этими сосунками. Слушайте, у нас осталось всего лишь одно задание. Сейчас мы которое попробуем пройти. Хотя я почему-то сомневаюсь. Такой, как говорится, благодати не может быть. Но, тем не менее, шенигами ДНК одно мы с вами зарабатываем. И вот. Здесь у нас, конечно, крупные герои. Ладно, попробуем. Никого менять не буду. Опять здесь все-таки босс, да? Поехали. А может быть, ребята, я вру. Может быть, я все-таки проходил. Просто не помню. Да куда ты, а? Сколько волн-то, кстати? Я что-то опять не обратил внимания. Да хорош. Ну-ка падай, гад. Слушайте, самое обидное, что пока, блин, до туда дойдет. Пока до туда дойдешь. До самой верхушки, блин. У тебя уже здоровья не будет. Да хорош, что уже атакует, блин. Вот как я говорю. Как возьмут в прицел кого-нибудь, да? Например, вот здоровья мало сейчас в данный момент. У зэка. И вот начнут его сейчас долбить, 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 долбить. Мне бы, знаете, кого... В отряд нужно к себе взять. Еще одного дополнительного прокачанного хорошо хила. И тогда будет замечательно. Потому что в данный момент у меня только Леонардо хилит. Угу. Ну-ка. Слушай, а здесь вот хорошо, знаете, что зайдет? Давайте супер вертушку применим. Пускай они не нафиг тут упадут все. Так, ага, пять волн, мы на треть с вами. Блин, а вот это вот роботы у нас. Сделаем дополнительную защиту. И давай потихоньку быстренько разбирать их. Так, ну-ка. Что-то как-то не то у нас. Да что ты будешь делать? Начинается, да? Ого. Тихо, не надо выеживаться. Блин, сейчас убьют, по-моему, зэка. Что там делают они? Ты посмотри на этих гадин, а? Ай, зэка мне убрали, а? Говнюхи. Ну, они за это ответят. А давайте вот так вот сделаем с вами провокацию. Пускай они бьют трафика. Я сомневаюсь, что здесь они выживут. Ответку. Хорошо. Слушай, ну они крепкие. Да хорош, массуха-то бомбить уже, блин. Опустошение какое-то вешает, ты видел? Что это за опустошение, пока не знаю, ребят. Так, а ну-ка, давай я вот так сделаю. И когти. Сдохнешь, гадина ведь. Ага. Отлично, пока хорошо. Так, добиваем эту. Ну и вот с этой училкой тоже разберемся. Блин, ну единственное, что, ребят, у нас здоровья вообще мало. А эта волна только третья была, да? То есть еще две впереди. Это вот четвертая и пятая. А здесь-то уже будут именно вот эти вот охламоны. Полная, блин, коллекция. Ну-ка. Ага, хорошо. Добьем. Слушай, в принципе, должны. Нормуль. Отлично. Так, а теперь кого бы нам брать? Наверное, нужно морозильную кошку. Смотрите, у них здесь два хила. И морозильная кошка плюс Эйприл. Да хоро... Вот так вот, ребята. Вот оно. Вы сами прекрасно видите. Значит, все-таки я не проходил. А хотелось бы. Офигеть, они расписывают. Хм. Ну что ты, пугать меня сейчас будешь? Говнюха. Вот о чем и речь. Не получилось. Хм. Обидно, если честно. Ну что ты тут, телепатка. Да. Козырно они, конечно, меня расписали. Но, тем не менее, я все равно потом, попозже, попробую еще раз сыграть. Может быть, как-то более аккуратнее. Или еще как-нибудь. Ну, пройти надо. Эпизод седьмой этот. Хоть раз. Ну что ж, дорогие мои друзья. А на этой ноте я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Мы с вами обязательно увидимся в следующей серии. И продолжим играть в эту игру. Так что всем пока. Удачи. И до новых скорых видосиков. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова